ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ Вы также узнали, что к началу 70-х годов, ну или к середине этого десятилетия, между Советским Союзом и Соединенными Штатами был достигнут паритет в количестве вооружений. Иными словами, и Соединенные Штаты, и Советский Союз имели равное количество вооружений, и дальнейшее наращивание военной мощи было бесполезно. В результате, уже на рубеже 60-х-70-х годов, Советский Союз и Соединенные Штаты подписывают целый ряд договоров, в которых они переходят к политике разрядки. Все это вызывало надежду на то, что холодная война вот-вот может закончиться. Иными словами, конфликт из военного может перейти в экономическое или дипломатическое пространство. Однако этому не суждено было случиться. Судьбоностную роль в этом сыграла Афганская война 1979-1989 годов. Интересы СССР в этом регионе были давними. Еще с середины XIX века Британская и Российская империя соперничали за господство в Центральной и Средней Азии. Среднюю Азию часто называли мягким подбрюшьем России, имея в виду, что события, конфликты в этом регионе могут быть решающими для страны. СССР всячески старался не допустить западного влияния и тем более американского влияния в данном регионе. Следует также напомнить, что в середине 70-х годов начинается наркотрафик из стран Центральной Азии. И поэтому одной из важных задач внешней политики советского руководства становится пресечение данного наркотрафика. Кроме того, следует отметить, что Соединенные Штаты Америки были заинтересованы в том, чтобы Советский Союз как можно глубже увяз в так называемом афганском капкане. Как говорил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальным вопросам Збигнев Бзижинский, мы не развязывали войну в Афганистане, мы лишь увеличивали уверенность в том, что СССР в эту войну увяжется. Конечно, во всех подробностях мы не можем с вами рассмотреть этот конфликт, однако следует понимать, что Советский Союз просто не смог своевременно выйти из этой войны. Так как когда-то американцы увязли во войне во Вьетнаме, точно так же и советская армия должна была идти до конца в конфликте в Афганистане. В Соединенных Штатах с большим воодушевлением восприняли начало войны в Афганистане. Америке необходим был конфликт, который смог бы подорвать авторитет советского государства в странах Третьего мира. Говорили о том, что Брежнев, введя войска в Афганистан в декабре 1979 года, сделал американскому президенту лучший рождественский подарок. Америка начинает операцию «Циклон», которая формально должна была сдерживать советскую интервенцию в Афганистане, но реально эта операция вылилась в создание многочисленных военных баз, где должны были подготавливать тех, кто будет сражаться с советскими войсками. Их называли «маджахедами» — «борцами за веру». Американское правительство исправно выделяло средства на создание таких баз в Пакистане и в той части Афганистана, которая не была подконтрольна правительственным войскам. Финансирование это велось до конца войны, то есть до 1989 года, выделялось ежегодно из американского бюджета до полумиллиарда долларов на содержание этих баз. Кстати, одним из тех, кто получал финансовую помощь, был и Усама бен Ладен. Правда, американцы вспоминать об этом не любят. Операция «Циклон» не была единственной проблемой, с которой столкнулся Советский Союз, вступя в войну в Афганистане. Америка поставила вопрос на Совете Безопасности ООН о том, чтобы признать действия советских войск в Афганистане агрессией. Так как Советский Союз имел право в это в ООН, решение это не прошло, но американцам удалось созвать Генеральную Ассамблею ООН, и уже решением Генеральной Ассамблеи ООН 14 января 1980 года действия советских войск были признаны агрессивными. Американцы вслед за этим бойкотируют Олимпиаду 1980 года в Москве. К американцам присоединился и целый ряд других западных стран. Советский Союз, пытаясь отвечать симметрично на американские действия, в свою очередь игнорировал Олимпиаду 1984 года, которая проходила в Лос-Анджелесе, сославшись на интервенцию Америки в Гренаде. Президент США Джимми Картер объявил о новом внешнеполитическом курсе Соединенных Штатов Америки. Это заявление получило название «Доктрины Картера». Суть этого курса в общих чертах сводилась к следующему. Зоной национальных интересов Соединенных Штатов Америки был провозглашен Персидский залив. Это значило, что США могли принимать любые и использовать любые средства для защиты своих национальных интересов в Персидском заливе. Но данная доктрина не помогла Картеру. Его позиция внутри Америки была достаточно слабой. Критики обвинили его в том, что он позволил Советскому Союзу усилить свои внешнеполитические позиции, даже несмотря на войну в Афганистане. Критики приводили разные доводы. В том числе они говорили о том, что в середине 70-х годов Советский Союз начинает ставить на вооружение новые зенитно-ракетные комплексы «Пионер». Эти ракеты имели дальность 5000 километров и поразительную для такой дальности точность попадания. Никакие заявления Картеру в итоге не помогли. В 1981 году новым президентом Соединенных Штатов Америки становится Рональд Рейган. Рейган построил всю свою политическую карьеру на противодействии коммунистической системе. Иначе как империя зла Советский Союз он не называет, говорит о том, что это государство, склонное к экспансии, которым вообще невозможно заключать какие-либо компромиссы. Рейган объявляет о том, что Соединенные Штаты разработали новую оборонную программу. Назвал он ее «Стратегическая оборонная инициатива» или «СОИ». Эта программа предусматривала создание новых оборонительных рубежей Соединенных Штатов Америки. В частности, предполагалось, что часть оружия американцы смогут разместить в космосе. Для начала 80-х это было что-то фантастическое, поэтому критики Рейгана называли в шутку его программу «Звездными войнами», по аналогии с только что вышедшим в американский прокат художественным фильмом. Со временем станет понятно, что эта программа была не более чем блефом со стороны Соединенных Штатов. Однако Советский Союз вынужден был продолжить гонку вооружений, которая съедала все больше и больше средств из советского бюджета. В результате этого позиции Советского Союза в Европе начинают ослабевать, тогда как позиции Америки, наоборот, усиливаются. В 80-е годы американцы начинают поставлять в Европу свои крылатые ракеты для противодействия советской системе «Пионер». Эти ракеты получили название «Тамагавк». Они имели не такую значительную дальность, как у советских ракет, всего полторы тысячи километров. Тем не менее, они могли долететь до Урала, летели на достаточно небольших высотах, поэтому были незаметны для советских ПВО. Обстановка в мире накалялась. Все изменилось в середине 80-х годов. В 1985 году к власти в Советском Союзе приходит Михаил Сергеевич Горбачев. Он объявляет переход к перестройке, демократизации, гласности, к открытости Советского Союза всему миру. Советская элита прекрасно понимала, что режим железного занавеса, который существовал в Советском Союзе, пусть и достаточно дырявого, этот режим не отвечал интересам страны. Однако никто не надеялся, что этот самый занавес будет поднят так быстро. В результате во второй половине 80-х годов проходит несколько встреч в верхах между Горбачевым и Рейганом. Эти встречи проходят в разных уголках мира и вселяют надежду на то, что холодная война вот-вот должна закончиться. Уже на третьей встрече, которая проходила в 1987 году в Вашингтоне, был подписан договор соглашения о сокращении ракет средней и малой дальности. По сути, это были реальные шаги по прекращению холодной войны. Впрочем, одной из ключевых дат окончания холодной войны является Мальтийский саммит, встреча на высшем уровне между Горбачевым и уже новым президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем Старшим. Что же касается процесса разоружения, то поначалу он проходил на паритетной основе. То есть и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки равнозначно сокращали свои вооружения. Но уже в 1989-1990 году Америка начинает диктовать свои условия Советскому Союзу. На удивление американских журналистов, почему, собственно говоря, Советский Союз не так легко сдает свои позиции, Михаил Горбачев в свойственной для него манере отвечал «Мы с друзьями не торгуемся». Безусловно, имидж Советского Союза начинает от всех этих действий страдать. Благодаря этой политике советского правительства в Восточной Европе один за другим начинают падать советские режимы. В 1989 году была разрушена Берлинская стена, а в 1990 году произошло объединение Западной и Восточной Германии. Вслед за этим последовал вывод самой мощной группировки советских войск из Германии. В 1989 году Советский Союз заканчивает вывод своих войск из Афганистана. Он стремительно теряет свои позиции. Советские специалисты уходят из Азии, Африки, Латинской Америки. Некогда процветающая Югославия раздроблена, там начинается Гражданская война. Весной 1991 года официально прекратила свое существование организация Варшавского договора. И тут нам необходимо перейти к одной очень важной проблеме. Если дата начала Холодной войны более-менее ясна, я думаю, что вы помните про 5 марта 1946 года, про фултонскую речь Винстона Черчилля, то как быть с датой окончания войны? Дело в том, что в разных учебниках эти даты приводятся разные. Некоторые исследователи говорят о том, что война была закончена на том самом вышеупомянутом Мальтийском саммите в 1989 году. Другие говорят, что точку в войне поставил 1991 год и подписание договора о СНВ. Мнения разные. В последнее время появляется очень много исследователей, которые говорят, что Холодная война до конца не была исчерпана, что она просто перешла в некую другую фазу. Но споры по этому поводу идут до сих пор. Единственное, что хотелось бы сказать, что 26 декабря 1991 года с распадом Советского Союза Холодная война между СССР и США была закончена. Для новашнего задания я предлагаю вам задание номер 23 из ЕГЭ. В годы перестройки один из ключевых проблем внешней политики СССР было налаживание диалога с США по вопросам разоружения. Вам необходимо назвать не менее трех действий, предпринятым руководством Советского Союза, для решения данной проблемы. Надеюсь, вы с этим справитесь. Всего доброго. Спасибо за урок. Уважаемые 11-классники, сегодня мы с вами продолжаем подготовку государственной итоговой аттестации и вспомним генеративные органы цветковых растений. Я напоминаю вам, что к генеративным органам цветковых растений относится цветок плод из семи и обеспечивают они семенное размножение. Итак, разберемся с каждым из них. Начнем мы с вами с цветка. Цветок – это видоизмененный, укороченный, ограниченный в росте побег, который приспособлен для семенного размножения. Цветки выделяют следующие составные части. Первой составной частью является цветоножка. Ее функция – это прикрепление цветка к стеблю. Очень часто в цветках, у цветков не бывает цветоножки, такие цветки называются сидячие. Далее идет расширенная часть цветоножки, которая называется цветоложа. Следующая располагается чашечка, которая состоит из чашелистиков. Чашелистики зеленого цвета – их основная функция – это защита цветка в бутоне. Чашелистики могут срастаться между собой, тогда мы с вами говорим о сростно-листной чашечке, либо они могут быть отдельными, тогда такая чашечка называется раздельно-листная. Следующая часть цветка – это венчик. Он состоит из лепестков. Лепестки ярко окрашены. Их основная функция – это привлечение насекомых ополичителей. Венчик также может быть спайно-лепестным, либо раздельно-лепестным. Далее располагаются тычинки, которые представляют из себя мужскую часть цветка. Они состоят из тычиночной нити и пыльника. Функция пыльника – это образование пыльцевого зерна. И женская часть цветка – это пестик, который состоит из рыльца. Его основная функция – это улавливание пыльцы. Дальше идет столбик и завязь. В завязи располагается зародышевый мешок с яйцеклеткой. Обращаю ваше внимание на то, что чашечка и венчик образуют так называемый околоцветник. Он может быть простым, либо двойным. В двойном околоцветнике мы с вами имеем и чашечку, и венчик. Примером является яблоня. Простой же околоцветник имеет или только чашечку, или только венчик. Если он имеет только чашечку, то он называется простой чашечковидный. Если он имеет только венчик, то называется простой венчиковидный. Есть цветки, которые не имеют околоцветника, они называются голыми. К таким растениям в основном относятся ясень и ива. Цветки по признаку пола. могут быть обоеполыми, либо однополыми, либо бесполыми. У обоеполых цветков имеются и тычинки, и пестики. У однополых могут быть или только тычинки, или только пестики, и они делятся на однополые либо мужские, либо однополые женские. У бесполых же цветков нет ни тычинок, ни пестиков. Они чаще всего образуются в соцветиях и служат для привлечения насекомых. Растения по полу могут быть однодомные и двудомные. У однодомных растений женские и мужские цветки располагаются на одном и том же растении. Примером является кукуруза, тыква, огурец. У двудомных растений женские цветки располагаются на одном экземпляре, а мужские – на другом. Примером являются тополь, осина, ива. Мелкие цветки очень часто собираются в соцветия. Соцветие представляет из себя группу цветков, которые собраны на общем цветоносе. Биологическое значение соцветия заключается в том, что оно обеспечивает гарантию опылению каждого цветка, так как группа цветков более заметна для насекомых опылителей. Соцветия также бывают разными. Они бывают простыми и сложными. У простых соцветий имеется только одна ось, и к ним относятся простая кисть, простой зонтик, початок, головка, колос, щиток, корзинка. А сложные соцветия образуются из нескольких простых соцветий. Сюда можно отнести сложный колос, примером является пшеница, рожь, сложная кисть или метелка, просорис, сложный зонтик, это морковь, петрушка, укроп и сложный щиток, примером является тысячелистник. Первым процессом, который происходит в цветке, является опыление. Опыление представляет из себя перенос пыльцы из тычинки на рыльце пестика. Выделяют два способа опыления, это самоопыление и перекрестное опыление. При самоопылении пыльца из пыльников попадает на рыльце пестика в пределах одного цветка, примером является горох, фасоль, пшеница, ячмень. При перекрестном же опылении пыльца из пыльников одного цветка попадает на рыльце пестика другого цветка. Существует несколько вариантов перекрестного пыления. Все зависит от агентов опыления. Если агентами опыления являются ветер и вода, то мы говорим с вами о абиотическом опылении. Если же животные, насекомые, птицы и млекопитающие, то о биотическом опылении. Растения, которые опыляются абиотически, имеют некоторые особенности. Ну, например, для них характерны мелкие цветки, невзрачный околоцветник, большое количество мелкой и легкой пыльцы, соцветия у них качающиеся, и чаще всего они цветут до распускания листьев. При биотическом же опылении цветки, наоборот, ярко окрашены, они крупные, имеют хорошо выраженный яркий околоцветник, приятный запах и нектарники для привлечения агентов опылителей. После опыления происходит оплодотворение. Я напоминаю вам, что для покрытосеменных растений характерно так называемое двойное оплодотворение, которое было открыто Сергеем Гавриловичем Навашиным. Напомню вам, что же происходит при двойном оплодотворении. Пыльцевое зерно содержит два спермия, и вот при двойном оплодотворении первый сперми сливается с яйцеклеткой и образуется зародыш, а второй сперми сливается с центральной или вторичной клеткой и образуется запас питательных веществ, который называется эндосперм. Следующий генеративный орган – это плод. Он образуется из завязи цветка и служит для сохранения и распространения плодов. Стенки плода были названными околоплодником. Он бывает сухой либо сочный. Также выделяют простые либо сложные плоды. Простые плоды образуются из одного пестика одного цветка, а сложные плоды развиваются из нескольких пестиков одного цветка. Иногда в образовании плодов участвует не один цветок, а целое соцветие. Такая структура была названа соплодия, и она характерна для ананаса, шелковицы и инжира. Теперь мы с вами поговорим о классификации плодов. Плоды делятся на сухие и сочные. Сухие же плоды делятся, во-первых, на сухие и раскрывающиеся. К ним относятся коробочки, стручки, стручочки. Далее идут сухие и не раскрывающиеся плоды. К ним относятся орехи, желуди, семянки, зерновки и крылатки. Сочные же плоды делятся на простые. К ним относятся, например, костянка, это вишня, абрикос и персик. И ягоды, или ягодовидные плоды, к ним относятся томаты, виноград, смород, дина и крыжовник. Также есть сочные, сложные плоды. Примером является многокостянка, это малина, ежевика. Иногда в образовании плода участвуют не только зависть цветка, но и другие структуры, например, цветоложа. В таком случае мы с вами говорим об образовании так называемых ложных плодов. Примером ложного плода является яблоко. Плод яблока имеет яблоня, груша, айва и рябина. Следующий генеративный орган растения – это семя. Это орган размножения, расселения растения, которое развивается из оплодотворенного семя зачатка. Семя состоит из трех основных частей. Первая основная часть – это зародыш семени, который состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька и почечки с листочками. Также к зародышу относятся семидоли. Их может быть либо одна, либо две. И в зависимости от этого у нас покрытосеменные растения делятся на однодольные и двудольные. Следующим компонентом является семенная кожура, которая выполняет защитную функцию, и эндосперм, который представляет из себя запас питательных веществ. Теперь мы с вами рассмотрим строение семян. Мы рассмотрим с вами строение семян однодольных и двудольных. Начнем мы с вами строение семян двудольных растений на примере фасоли. Снаружи семя фасоли покрыто семенной кожурой, которая, я уже сказала, выполняет запасающую функцию. С внутренней вогнутой стороны семенная кожура имеет вырост, называемый рубчиком. Также в семени фасоли есть две большие семидоли, которые поглощают в себя питательные вещества из эндосперма. Ну и, собственно, зародыш. Это зародышевый корешок, стебелек и почечка с листочками. Семя однодольного растения мы с вами рассмотрим на примере пшеницы. Семя пшеницы также снаружи покрыта семенной кожурой, которая срастается с околоплодником. Далее основную часть семени занимает эндосперм, представляющий из себя запас питательных веществ. Ну а дальше идет зародыш. В зародыше мы с вами выделим семидолю, она одна и называется щиток и, собственно, зародыш. Функция семидоли щитка, она обеспечивает транспорт питательных веществ из эндосперма к, собственно, зародышу. После образования семена чаще всего впадает в так называемый период покоя, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. После этого происходит прорастание семян. Это начало развития зародыша после периода покоя. И у нас уже образуется проросток. Для того, чтобы семена прорастали, должны совпасть определенные условия. Ну, во-первых, в семя должна попасть вода, которая активизирует все биохимические процессы в клетках. Далее нужна определенная температура, которая активизирует работу фермента в клетке. Причем, обратите внимание, для семян разных растений существует разная минимальная температура для прорастания. Например, для ржи это всего лишь плюс один градус Цельсия, а кукуруза начинает прорастать только при плюс 12 градусах Цельсия. Ну и третий компонент, необходимый для прорастания семян, это кислород. Семена могут прорастать по-разному. Выделяют два типа прорастания семян – надземный и подземный. При надземном типе прорастания семян семидоли выносятся над поверхностью почвы и становятся первыми фотосинтезирующими листьями. Надземный тип прорастания семян характерен в основном для тыквы, клена и фасоли. При подземном типе прорастания семян семидоли остаются под землей и обеспечивают питание проростка до тех пор, пока у него не образуются настоящие листья. Примером является горох. Ну и последнее, о чем мы сегодня с вами скажем, это каким же образом распространяются семена и плоды. В зависимости от того, кто является агентом распространения, выделяют несколько типов. Ну, во-первых, семена могут саморазбрасываться. Примерами являются такие растения, как герань или бешеный огурец. Такой тип прорастания семян называется автохария. Также семена и плоды могут распространять животные, причем они могут распространять их либо на поверхности своего тела, в таком случае семена снабжены различными шипами и зацепками, либо внутри пищеварительной системы, в таком случае семена и плоды имеют сочный околоплодник. Такой тип распространения семян и плодов называется зоохария. Также семена могут распространяться с помощью ветра. В таком случае семена и плоды имеют мелкие размеры и крылатые выросты. Примером являются такие растения, как береза, клен, тополь, одуванчик. Ну и те растения, которые произрастают в воде, либо возле водоема, чаще всего используют в качестве распространения воду. Такой тип распространения называется гидрохария. У таких растений часто имеются выросты, которые заполнены воздухом. Итак, сегодня мы с вами еще раз повторили основные генеративные органы покрытосеменных растений. Спасибо за внимание, урок закончен. Ребята, здравствуйте! Сегодня на уроке мы рассмотрим задачи на закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии. Для начала давайте вспомним теорию. В замкнутой системе тел векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему, остается неизменной при любых взаимодействиях внутри системы. Импульс — это величина векторная, поэтому обратите внимание, в математической форме записи вы видите сумма векторов. Теперь закон сохранения энергии повторим. В замкнутой системе, в которой действуют только консервативные силы, механическая энергия сохраняется. То есть полная механическая энергия равна сумме кинетической энергии и потенциальной. Итак, рассмотрим первую задачу. На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же шар. Налетевший шар имел до удара импульс 0,5 кг на метр в секунду. После удара шары разлетелись под углом 90 градусов, так что импульс одного из них 0,4 кг на метр в секунду. Найти импульс второго шара. Давайте рассмотрим задачу. Итак, до взаимодействия один шар покоился, второй двигался и имел импульс p. Значит, импульс системы до взаимодействия равен p. Рассмотрим, что происходит после взаимодействия. Оба шара у нас движутся. Один имеет импульс p1, другой импульс p2. Давайте найдем полный импульс системы после взаимодействия. Это вектора. Значит, мы с вами осуществляем сложение двух векторов. Мы либо используем правила параллелограмма, либо используем правила треугольника. В данном случае давайте параллельным переносом перенесем вектор p1. К концу вектора мы прикладываем начало вектора p2 и мы получаем результирующий вектор. Он обозначен у нас красным цветом вектор p. Согласно закону сохранения импульсов, вектор p у нас тоже 0,5, как и было в начале. Теперь мы знаем, что шары разлетелись под углом 90 градусов, значит, мы можем применить теорему Пифагора. Итак, один катет равен, и мы можем воспользоваться вот этим выражением. Или мы помним, что у нас есть египетские треугольники, и как раз у нас все получается. У нас гипотенуза 0,5, один катет 0,4, и второй катет, значит, 0,3. Задачи справились. Давайте рассмотрим вторую задачу. Два пластилиновых шарика массами 2m и m находится на горизонтальном гладком столе. Первый из них движется ко второму со скоростью v, а второй покоится относительно стола. Укажите формулу, по которой можно рассчитать модуль изменения скоростей шариков в результате их абсолютно неупругого удара. Ребята, эта задача на соответствии. То есть вы каждой позиции первого столбца должны выбрать соответствующую позицию из второго столбца. Итак, анализируем задачу. Что было до взаимодействия? Один шар покоился, второй шар двигался скоростью v. Значит, импульс системы до взаимодействия 2mv. Что было после взаимодействия? У нас тела движутся теперь как единое целое. Удар неупругий. Значит, масса тел 3m, импульс после взаимодействия 3mv'. По закону сохранения они равны. Напишем это выражение в проекциях на ось x, и мы имеем 2mv равно 3mv'. Отсюда мы выражаем v'. У нас получилось 2 3 v. А теперь отвечаем на вопросы задачи. Итак, первая строка. Модуль изменения скорости первого шарика. Смотрим. Была скорость v, стала скорость v' 2 3 v. Значит, модуль изменился на 2. Значит, модуль у нас уменьшился на 1 3. Ответ 4. Вторая строчка. Модуль изменения скорости второго шарика. Итак, смотрим. Он покоился, а теперь скорость у него стала 2 3 v. Значит, изменился у нас модуль скорости на 2 3. Это вариант у нас под цифрой 2. Справились с задачей. Переходим к третьей. Итак, летящая горизонтально пластилиновая пуля массой 9 грамм попадает в неподвижно висящий на нити длиной 40 см груз массой 81 грамм. В результате чего груз, прилипший к нему пуля, начинает совершать колебания. Максимальный угол отклонения нити от вертикали при этом 60 градусов. Какова скорость пули перед попаданием в груз? Ребята, мы должны с вами рассмотреть три вот таких положения. Первое положение, это когда пуля движется, а наш груз покоится. На него действуют две силы. Сила тяжести, сила натяжения нити. Силы компенсируют друг другу, уравновешивают, и груз наш покоится. Второе положение, когда пуля прилипла к грузу, и они уже теперь единое целое. И третье положение, когда наш маятник отклоняется на максимальный угол 60 градусов. Давайте решим, сначала разберемся с двумя первыми положениями. Решим первую часть задачи. Итак, согласно закону сохранения импульса, пули непосредственно перед ударом груз равен импульсу, который груз приобрел вместе с пулей, так как пластилинная пуля, она прилипла к грузу. То есть mv первое было до взаимодействия, равно m плюс m, v после взаимодействия, v это скорость груза вместе с пулей. Отсюда мы можем выразить v1. Выразили v1 и идем дальше. Теперь рассмотрим эту часть задачи. Смотрите, у нас два положения. В первом положении у нас тело имеет скорость. Маятник имеет скорость сразу же после взаимодействия. Взаимодействие было очень коротким. Силы уравновешивают друг друга. Итак, тело обладает скоростью, значит тело обладает кинетической энергией. В крайнем положении, в крайнем положении у нас угол максимальный, тело обладает только потенциальной энергией. Согласно закону сохранения энергии, mgh равно mv в квадрате на 2. Конечно же, здесь мы пишем m плюс m и масса груза и масса пулей. Из этого выражения мы можем найти скорость. Таким образом, мы нашли скорость маятника в момент удара о него пули, а затем мы эту скорость подставляем в первое выражение, которое мы нашли в первой части задачи, и мы находим ответ в 20 метров в секунду. Еще ваше внимание нужно обратить на то, что мы должны найти высоту h, когда мы работаем с потенциальной энергией. Значит, смотрим внимательно, у нас получается треугольничек. Высота h равна вся длина маятника минус l умножен на косинус альфа. Мы видим это из прямоугольного треугольника. Следующая задача. Камень массой 6 килограмм падает со скоростью 8 метров в секунду в тележку с песком общей массой 18 килограмм, покоящийся на гладких горизонтальных рельсах. Вектор скорости камня непосредственно перед падением составляет 60 градусов с горизонтом. Определите кинетическую энергию тележки с камнем после падения в нее камня. Итак, нам нужно определить кинетическую энергию камня и тележки. Кинетическая энергия равна mv в квадрате на 2, поэтому здесь масса у нас m большое плюс m мало и тележка и камень. Хорошо. Теперь, согласно закону сохранения энергии, давайте запишем, разберемся, что у нас произошло. До взаимодействия у нас тележка покоилась, а камень двигался. Перед попаданием скорость камня была v1. После взаимодействия камень находится в тележке и система движется как единое целое со скоростью v. Сначала мы должны записать это выражение обязательно в векторной форме, потому что у нас скорость имеет угол, направлена под углом к горизонту. Сначала пишем векторность, затем в проекциях на ось х и имеем выражение mv1 косинус альфа равно m плюс tm умноженное на v. Из этого выражения мы находим скорость, которую приблизили тела, и затем подставляем выражение для кинетической энергии и находим кинетическую энергию. Следующая задача. Небольшой кубик массой 1 кг начинает соскальзывать с высоты h. 3 метра по гладкой горке, переходящей в мертвую петлю. Определите радиус петли, если на высоте 2,5 метра от нижней точки петли кубик давит на ее стенку силой 4 ньютона. Сделайте рисунок с указанием сил, поясняющей решение. Ребята, обязательно, когда сказано сделать рисунок, обязательно нужно это выполнить, иначе вы потеряете баллы на егэ. Ну а теперь смотрим. У нас два положения. Рассмотрим. Первое положение на высоте h. Тело соскальзывает. Значит, начальная скорость равна нулю. Поэтому в этой точке тело обладает только потенциальной энергией. Следующее положение на высоте h. Тело имеет скорость v. Это тоже нужно прописать. Мы вводим новую величину. Значит, в этом положении тело обладает и генетической энергией mv в квадрате на дуру, и потенциальной энергией mgh. Итак, согласно закону сохранения энергии, мы видим, mgh равно mv в квадрате на 2 плюс mgh. Отсюда мы выражаем v в квадрате. Идем дальше. А теперь рассмотрим то положение, когда тело находится на высоте h. В этом положении на тело действуют две силы. Сила тяжести, она всегда направлена вниз, и сила реакции опоры всегда направлена перпендикулярно поверхности. Записываем второй закон Ньютона в векторной форме. Сумма всех сил равна mA. Вспоминаем, что у нас здесь тело движется по окружности, поэтому ускорение центростремительное. И равно оно v в квадрате, деленное на r. Дальше. Нужно сказать, что еще и сила Н у нас равна по третьему закону минус f. Потому что в условии задачи у нас дана именно сила, с которой тело давит на поверхность. Именно сила f. Теперь мы это выражение записываем в проекциях на ось х, подставляем силу f, подставляем центростремительное ускорение и разбираем с углом α. Опять угол α. Мы рассматриваем треугольничек прямоугольный, и угол α выражаем из этого треугольника. Катят мы делим на гипотенузу. Подставляем все это. У нас получается выражение для радиуса. То, что нам нужно найти. А вот квадрат скорости мы возьмем из первой части задачи. Ребята, сегодня у нас в качестве домашнего задания я хочу вам предложить задачи. Задачи разного уровня сложности. Одна из них базовая, повышенная и высокого уровня задача. Эти задачи из открытого банка тестовых заданий Федерального института педагогических измерений FIPI. В новой версии этого сайта появилась проверка результатов. Это вам поможет при решении задач. И, конечно, чем больше вы решите задач, чем легче вам будет на экзамене. Я вам желаю терпения, хорошего настроения и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин